Одни виды рыб передвигаются в воде только в светлое время суток, другие – в тёмное время. А на движение некоторых видов рыб количество света не влияет. Часто на период нереста суточная активность рыбы изменяется. Во время нереста рыба может быть активной круглые сутки, даже если она обычно передвигается лишь днём. Многие карповые рыбы в тёмное время суток могут бодрствовать. Нельзя, конечно, сказать, что степень освещенности под водой не действует на их поведение. Ночью их передвижения не такие стремительные и уверенные, как днём. Ведь зрение у многих из них довольно слабое, и приходится использовать другие органы чувств для ориентации в пространстве. Ночью при слабой освещенности плотве в полной мере полагаться на зрение не приходится. В поисках корма в это время она ориентируется с помощью обоняния, осязания и слуха. Работа этих органов находится в прямой зависимости от расстояния до объекта. То есть для успешной добычи корма плотва ночью должна держаться ближе ко дну. Повышенную активность карповые рыбы проявляют в послезакатные и предрассветные часы. Это касается как мелких карповых рыб, так и бронированных красавцев сазанов, которые, как известно, могут питаться круглые сутки. Причем на ночной ужин выходят обычно самые крупные особи, а мелкие сазаны стараются отобедать в дневное время. Конечно, время питания этой рыбы, помимо времени суток, сильно зависит и от многих факторов. От времени года, соответственно, от температуры воды, атмосферного давления и от других условий обитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова